В эфире программа «Свободная тема». Здравствуйте! Сегодня у нас в студии член Ассамблеи народа Казахстана, председатель корейского этнокультурного объединения «Тхонил Атрау», обладатель медалей «Берлик» и «Ирина Имбегушин» Людмила Ли. Здравствуйте, Людмила! Я рада приветствовать вас у нас в студии. Вы по образованию педагог. Вот что поспособствовало выбору профессии и почему именно русский язык и литература? Вот сколько себе помню, с детства я всегда хотела, мечтала стать учителем. Может быть, из-за того, что родители работали, у них был физический труд, и всегда, вот особенно папа говорил, что вы должны получить образование, обязательно высшее образование. И в школе училась неплохо, но вот я же говорю, с детства всегда вот собиралась своих сестер, братьев, сажала за стол небольшой, и мы всегда что-то вот писали, читали, рассказывали и так далее. Таким образом я как бы проверяла их домашние задания. А вот в старших классах, особенно по математике, я помогала своим одноклассникам, они приходили к нам домой, мы жили в частном доме, в поселке, и вот как бы не бескорыстно я им помогала. То есть надо было мне, как старшей, наколоть дрова, надо сказать, воды. Вот это все они делали, а я взамен помогала им делать домашние задания. Вот. И, наверное, вообще моим любимым предметом была физика. Наверное, все-таки из-за того, что, как сейчас помню, учитель Петр Сергеевич, он был настолько, ну, красивым, во-первых, наверное. Во-вторых, он очень любил свой предмет. Нет. Он мне всегда говорил о том, что, особенно в старших классах, ну, вот, твое предназначение – это вот точные науки, математика, физика. Ну, так получилось, что на выпускном экзамене, первый экзамен это был по русскому языку, а я писала письменные работы, особенно вот изложения, диктанты, сочинения всегда на пятерки, несмотря на то, что устной разговорной речи не было, поскольку школа была, я же говорю, процентов 90 были корейцы. Я родилась в Ташкенте и училась в школе, ну, она не была национальной школой, но процентов 80-90 были корейцы. И, естественно, дома, в школе, вне школы мы общались только на корейском языке. Но я очень любила читать. И так получилось, что там у нас, значит, была библиотека, несколько таких вот полочек, шкафчиков, и я читала всё подряд. И классику Толстого, Достоевского, Пушкина, Чехова. Я помню, вот «Квантовая механика», ну, в общем, «Пионерская правда». Читала всё подряд, поскольку там книг не так много было. На выпускном экзамене по русскому языку учитель, который мне ставил всегда пятёрки на протяжении многих лет, особенно в старших классах, она мне поставила, оценила, значит, 4 на 4, хотя я всегда писала, ну, на пятёрки. Естественно, я... Возмутилась. Да, возмутилась, была недовольна, зашла в кабинет. Мало того, что она была нашим, ну, учителем русской литературы, ещё она была нашим классным руководителем. И мне тогда казалось, что это вообще, как бы, предательство, да, да как так можно? И вот, когда я сказала, она мне сказала такую вещь, что если бы я поставила тебе 5,5, то, соответственно, потом были бы проверки. Это я сейчас-то понимаю, да, с Гарано там и так далее. Но я тогда не понимала её, и я тогда сказала ей. Вот столько слёз, наверное, никогда в жизни не было. Я до того плакала, вся была в слезах, и я ей сказала, я докажу вам, что знаю русский язык на 5. И, соответственно, на выпускном вечере, когда мой любимый учитель физики узнал о том, что я поступаю не на физмат, а на русский язык литературу, он был так расстроен, он меня уговаривал. Ты что? И тогда и сейчас... Ну, вот учитель, это действительно звучит гордо, и учитель, это действительно патриот, да. И вот он тогда мне говорил, ты представляешь, после окончания школы ты поступишь на физмат, станешь учёным-физиком, защитишь там диссертацию и так далее. Ну, на тот момент я ему сказала, твёрдо и решительно, нет, я должна доказать, что я знаю русский на 5. И я, в общем, извинилась и говорю, пойду поступать на русский язык литературу. Вот такая история. И вы поступили в какое учебное заведение? Я приехала в Атара, но на тот момент это Гурев, хотя у нас старшая пенеровожатая, она уже была в Москве, нам она уже место в общежитии нашла. И мы должны были поехать со школы, ну, с нашего класса, по крайней мере, где-то 3 человека должны были поехать в Москву. Ну, тут, ну, у меня папа родной умер рано, мама одна, на её руках 5 детей, я самая старшая. И она сказала тогда, что я не смогу обеспечивать себя, и давай поедешь в Гурев, там всё-таки у нас есть родственники, тётя её. Я ни в какую, я не хотела, я хотела только в Москву. Не знаю, почему. Вот тогда это вообще, наверное, предел всего было, именно вот поступить туда. Почему? Потому что ещё и мой дядя, двоюродный брат, он сейчас журналист-международник, вот он с такого, ну, периферийного посёлка поехал в Москву и поступил, вы представляете? Ну, в то время Москва – это столица СНГ же, да? Да, на самом деле. 15-ти республик. Да. Поэтому, наверное… Это было очень престижно, именно поступить и учиться там. Но мама стала уговаривать, она мне показала комплект открыток, я смотрю так потихоньку, одним глазом, ну, красивый город, яхты, зелени много, мост такой красивый. Ну, и поскольку особо не было средств куда-то поехать, и я вынуждена была согласиться, приехала сюда. Вот так и поступила в Гурильский пединститут на тот момент. Я ни о чём не жалею. Закончили и стали работать в школе, да? Да, начала работать в пятой школе. Ну, вы всё-таки доказали вашему учителю, что вы хорошо знаете русский язык. И к литературу, да? Да, поначалу было очень непросто, потому что у меня не было устной речи. Мне приходилось каждое утро вставать в 6 утра, зубрило всё наизусть. То есть учила и зарубежную литературу, и это вслух. Очень благодарна преподавателям. Мы тогда-то не понимали, что это действительно корифей, да? Как вы думаете, какого вот педагога можно считать профессионалом своего дела? Ну, прежде всего, наверное, тот педагог, который, ну, во-первых, такой высоко квалифицированный, да, знающий свой предмет, любящий свой предмет, детей креативный обязательно, вот, понимающий детей. Я считаю, что профессионализм заключается именно вот учителя, независимо, какой у тебя предмет. Ты должен, ну, быть человеком, наверное, в первую очередь, с большой буквы. Это раньше я тоже думала, когда, ну, как бы, подбирала преподавателей для своей работы, что на первое место всегда, ну, надо, как бы, профессионализм, да, какой-то. На самом деле, сейчас я понимаю... Человеческие качества тоже важны, да? Не тоже. Я считаю, что именно человечность, вот это должно быть на первом месте. Вы помните, как-то один известный профессор при Диаксе на лекцию, значит, при большой аудитории, на доске написал единичку и говорит, уважаемые студенты, вот единичка – это человек, человечность. Дальше. Как вы думаете, что важно вообще в жизни? Ну, кто-то говорит, работа, кто-то семья, и вот нули, 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 там и так далее. Очень много нулей. И тогда он взял мел и зачеркнул единичку. То есть, если ты не человек, нечеловечный, то тогда всё остальное теряет смысл. И я в этом уверена. Это так. И профессиональный учитель, естественно, он должен, помимо того, что иметь глубокие теоретические знания относительно, допустим, языков, если касательно языков, то считаю, что надо, он должен обладать, знаете, высочайшей, не знаю, всеми технологическими вещами, знать методику на отлично. И стараться всегда вот на уроках, наверное, ну, творить. То есть, это не значит, что у тебя есть программа, есть план, и нужно чётко работать по ним. на самом деле, перед тобой 25-30 глаз наблюдают, да, каждый раз. Если не больше, да? Если не больше, кстати, сейчас в реалии. Вот, поэтому... Ну, а каким должен быть современный педагог? Современный педагог, ну, на мой взгляд, он должен быть современным, в первую очередь. То есть, он должен понимать, вообще моё глубокое убеждение, как педагога, вот если ты работаешь с детьми начального звена, то ты как-то должен сесть вот на уровне глаз разговаривать. В среднем звене, соответственно, если старшие классы, то, соответственно, ты уже... То есть, имейте в виду, разговаривать на равных, на равных. Ни в коей мере, ну, не показывать свои эмоции в плане, там, повышать голос и так далее. Потому что учитель, он должен нести своеобразную культуру, да, воспитание. Помимо того, что предметник должен объяснить свой предмет, хотя здесь, да, некоторые говорят, вот, закончил этот учитель с красным дипломом, да, но красный диплом еще ни о чем не говорит. То есть, хороший учитель, он должен уметь передавать свои знания. Вот это очень важный момент. И умение, ну, понимать, наверное, понимать. И быть честным, очень честным, справедливым. Ну, сейчас глупых нет, тем более среди детей. Дети сейчас очень умные. И поэтому, я думаю, что еще современный педагог, он должен быть таким, знаете, искренним, очень открытым, неравнодушным. Что бы вы предложили министерству образования изменить или отменить в сфере образования? Ну, много чего, конечно. Но все-таки, вот, разница того поколения, вот, вашего поколения и сегодняшнего большая, правда? Конечно. Прежде всего, в связи с тем, что сейчас дети, многие, заняты в гаджетах, то есть у них вся жизнь проходит там. Ну, опять же, конечно, в зависимости от того, в какой семье он воспитывается, да, есть родители, которые лимитируют, контролируют. Ну, а есть такие семьи, к сожалению, когда, допустим, сидит там в телефоне ребенок, не мешает, да, и как бы довольствуется этим. А лишь бы, лишь бы не мешал. но на самом деле это не так, хотя наука утверждает, что действительно в течение только 10-12 минут родители общаются со своими детьми. То есть это статистика такая, да? Вот, поэтому я считаю, что все-таки прежде всего, наверное, нужно уменьшить количество часов. То есть это никоим образом не шестидневка, не семидневка. Я вижу в некоторых сейчас заведениях, допустим, как факультативы есть по субботам и так далее. Пятидневная рабочая неделя в школе и уроки тоже есть и шесть уроков, есть еще нулевые уроки, да? Но я не думаю, что они так эффективны, результативны. Поэтому пусть это будет 4-5, но максимум 5 уроков, да? Но зато как бы они будут очень эффективными такими. Методику надо, конечно, поменять. И вообще, мне кажется, сам статус учителя надо поменять. Надо сделать таким образом, чтобы учитель был смотивирован. То есть это не имеется в виду, что только материально-финансовая сторона, нет. А именно вот как-то проводить... Раньше я помню, когда мы работали, различные конкурсы, какие-то такие мотивационные проводились, лучший предметник, лучший классный руководитель. То есть это все как бы забыто. Мне кажется, это надо как-то возродить. то есть учитель должен себя почувствовать учителем. Я уверена, что должны быть такие, знаете, профильные, узкопрофильные школы ли, колледжи ли. Потому что, конечно, никоим образом мы не говорим о том, что наше образование плохое. Наоборот, наше образование очень хорошее, качественное. У детей вот кругозор очень такой широкий, по сравнению с другими выпускниками других стран. Но жизнь показывает, что нужно именно нужны вот такие профильные образования для того, чтобы человек уже мог в среднем звене допустим выбрать уже какое-то направление и углубленно заниматься по ним. Давайте теперь поговорим о вашей основной и общественной работе. Расскажите о деятельности вашего объединения. Наверное, надо начать с того, что этнокультурно-общественное объединение работает с 1991 года. И более 30 лет уже мы работаем. Я очень благодарна вообще первым-первых руководителям, официальными руководителями первыми это были Надежда Константиновна Ким. Удивительно добрейший человек. Я помню ее, она дружила с моей тетей, часто приходила к нам домой. Она первый руководитель, которая впервые ездила официально и посетила и Северную Корею, и Южную Корею. Удивительно, знаете, такая порядочная во всем. Честная такая. И когда уже мы искали какие-то ее биографические данные, я помню, для того, чтобы организовать музей, специально я ходила в Атравовский университет, и вот в архивах нашли ее личный листок, в котором была всего одна строка, то есть принята на работу учителем химии и биологии Гурьевского пединститута. Вот она проработала всю жизнь там. Затем, значит, официальным председателем была у нас Цой Утебаева Марья Николаевна, вот, когда начала она работать, соответственно, наладилась связь с областными городскими акиматами, с исполнительными органами, вот, она была казахской келинкой, очень хорошо говорила на казахском языке, такая очень живая, энергичная женщина, очень активная, очень активная, да, принимали участие на всех мероприятиях, вот, когда она работала, ну, как-то, я, может быть, тогда еще была не готова, что ли, вот, именно к этой общественной деятельности, ну, когда она обращалась, я всегда старалась помочь. Затем, пройдя какое-то время, председателя избрали, да, уже это, как бы, выборная такая была, значит, традиция. Пак Владимир Иванович. Ну, он сначала, конечно, говорил, нет, я вообще не знаю общественную работу, я предприниматель больше, но, когда он пришел, так получилось, вот, мне что понравилось, он сказал, я в душе кореец, то есть, если не мы, то кто? Вот, прям, знаете, это за живое так задело, и на самом деле организовалась такая команда хорошая, он очень высоко поднял планку на тот момент, значит, через года три стали предлагать меня, чтобы я стала замом, потом, через пару лет председателем, сейчас, что мне нравится в нашей работе, это то, что у нас есть ассоциация корейцев Казахстана республики, и у них четкая структура, по которой работают все регионы, от РАО не исключение, то есть, схема, структура такая, председатель, два заместителя, председатель совета старейшин, совет матерей, есть у нас молодежное звено, и внутри творческие коллективы, то есть, если это совет старейшин, то у нас уже довольно-таки известный хор, мы выступаем везде, нас в свое время приглашали в Уральск на День города, приглашали в Мангостаускую область, мы ездили туда, вот, в количестве 17 человек, и произвели там фурор, еще и почему, наверное, думаю, потому что они поют песни на разных языках, в данном случае на четырех языках поют, думаю, что это не предел, конечно же, песни на казахском языке, на государственном, очень много песен у нас, и радует то, что когда вот такие наши праздники, допустим, на Урис, когда идет, вот, недавно Курсу, праздник, который, ну, больше у нас на Западе, да, развит. Вот насколько важна роль этнокультурных объединений в жизни казахстанцев, как вы думаете? Это мое глубокое убеждение, этнокультурные объединения нужны, и работу, которую они проводят, ну, наверное, она неоценима. Почему? Потому что, вот, допустим, если взять наш регион, Атараусский, мы очень тесно работаем с Кугом-де-Килисэм, работаем с управлением внутренней политики, у нас есть завсекретариат, который отвечает на эти вопросы. И вот на сегодняшний день у нас 18 этнокультурно-общественных объединений мы уже третий год проходим аккредитацию каждый центр. И вот из 18 и 14 общественных объединений прошли аккредитацию в свое время. И вы знаете, почему я говорю, что работа неоценима? На самом деле каждый центр работает, я думаю, охватывает, то есть вопросы очень такие и узкопрофильные, скажем так, но и масштабные вообще вот по республике, да? Потому что каждый центр изучает, практически каждый центр изучает государственный язык. Это очень важно, поскольку мы говорим, что мы живем в Казахстане, что это наша Родина, я думаю, что это очень важно. То есть в первую очередь мы выполняем работу такого просветительского, что ли, воспитательного характера для своих членов правления, для молодежи, конечно же. То есть патриотическое воспитание тоже, наверное. Обязательно. Я считаю, что вот такие вещи, они вот каждый центр у себя внутри вот работает. И плюс мы знаем, что любой центр, любой этнос, который хочет развиваться, да, то он имеет такие возможности изучать свой родной язык, изучать культуру, историю, ну, своей исторической родины, скажем так. Но я думаю, что это большие плюсы. И плюс ко всему все экоцентры, допустим, у нас это 18, в других регионах это может быть 35 и так далее, в зависимости от численности. Ну, вот как вы взаимодействуете с другими этнокультурными объединениями? Ну, все мероприятия, которые проходят, допустим, если взять ассоциацию корейцев Казахстана, то, значит, мы все регионы работаем очень тесно. И, естественно, все мероприятия, какие проводятся, все наши национальные, я имею в виду масштабы государства нашего, Казахстана, государственные праздники, все отмечаем. И плюс ко всему, если чуть-чуть дальше, как бы, допустим, другие экоцентры, то, соответственно, чем больше ты знаешь культур, ты же богаче становишься в духовном плане. Мне кажется, это очень важно. Ну, вы сказали, вот вы можете решать многие вопросы, да, вот, какие именно вот по силу вам экономические, там, социальные, правовые? Если касательно вот этнокультурных объединений, ведь мы все, это и есть ассамблея народа Казахстана. Единого народа Казахстана. И в последнее время, ну, иногда так в комментариях читаешь, слышишь, там, допустим, кто-то говорит, ну, что это ассамблея, ведь она ничего не делает, зачем она нужна? Зачем она нужна? Вы знаете, я глубоко убеждена это мнение некоторых людей, которые, ну, как их сейчас называют, диванными критиками, да, то есть люди абсолютно неактивные, люди несведущие, они вообще не понимают, чем занимается ассамблея, что они делают, ведь практически ассамблея это все мы, нас сейчас 19 миллионов, все мы, и просто если вот хронологию такую, да, ведь мы, я не знаю, у нас, наверное, ментальность такая, вот, у казахов, ну, я всегда говорю, мы казахи, да, понимать чужую боль, радоваться вместе, если есть какие-то радостные такие, да, моменты в жизни, и вот чем отличается ассамблея, это самое главное, вот я не знаю, вот сколько лет я работаю, это благотворительность, вы знаете, благотворительные акции, да, не разовые, вот вспомните Арыс, вспомните пожар в Ридере, Экибастуз, вне даже нашей страны, да, в Турции, землетрясение, но здесь же не надо было вот какой-то кинуть клич и так далее, то есть люди как могли все помогают, и помимо этого, я знаю, что почти все этнокультурные объединения вот нашего региона, ну и другие тоже, они не отстают вот от других каких-то общественных организаций, наоборот, идут впереди, то есть, допустим, акции, да, там, школу, подготовка к школе, да, это уже на автоматическом таком уровне, то есть нам не надо там сверху ждать какого-то указа, да, мы это делаем, просто делай, потому что так надо, в частности, если взять наш корейский центр, то мы стараемся большое внимание уделять, конечно же, старшему поколению, по той простой причине, что сейчас мало осталось, конечно, тех, кто в свое время насильно были депортированы, да, в 37-м году, когда их прямо вот с этого товарного поезда с вагон выкинули в открытую степь, ноябрь, конец октября, была суровая зима, да, поэтому я считаю, что такие вещи исторические не надо забывать, именно вот не то, что исторические, вот эти человеческие моменты, вот мы часто об этом говорим, но это невысокие слова о том, что именно казахский народ, да, принял, помог вот в те годы, хотя на самом деле и самим-то есть нечего было, да, и укрыться было нечем, но они совсем этим поделились, я пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо тем первым, первым переселенцам за то, что они сумели вот завоевать такой авторитет, они только трудились, они были очень скромными, и вот мы стараемся сейчас, из поколения в поколение, как-то вот это передавать своим детям, и я надеюсь, что будущие поколения тоже будут помнить, они не будут об этом забывать, и я благодарна нашим членам правления, которые в свое время приняли решение поставить памятник именно вот поселке Чкалово, сейчас это Бейбары с Махамбетского района, памятник жертвам репрессий, и памятник благодарности казахскому народу, я думаю, что это у нас уже в крови, и никто уже. Ну, а какие традиции корейского народа вы соблюдаете, какие праздники отмечаются у вас в центре? Ну, в принципе, каждый кореец, ну, родившийся корейцем, он принимает три стола на протяжении всей своей жизни. Первый стол, это Толь называется, но здесь в СНГ у нас называют Асянди, то есть день рождения ребенка, годик, и отмечается он очень так масштабно, вот, на стол кладут разные вещи, ну, как бы бытует мнение, что он возьмет, значит, соответственно, будет его будущее таким. Второй стол, это свадебный стол, и, кстати, здесь тоже есть одно но такое, значит, годик, соответственно, родители отмечают, свадьбу тоже родители отмечают, и третий стол, это юбилей, а вот юбилей должны отмечать дети, своим родителям. И именно на юбилее уже стараются делать поклон в честь уважения, почитания своим родителям. Поэтому вот это воспитание, уважение у нас, наверное, с молоком матери идет, и в этом мы очень похожи с казахским народом. Ну, а какие праздники? Ну, прежде всего, это Сольналь, Новый год по восточному календарю, как Наурыс по восточному календарю. Есть у нас праздник Чусок, это праздник, ну, на котором благодарят и, ну, за богатый урожай. Вот. День пожилых, ну, не из-за того, что это международный праздник, мы его отмечаем каждый год, приглашаем наших старейшин. У нас вот повсеместно, всенародно, широко отмечается праздник Наурыс. Я думаю, не будет лишним поговорить о значимости праздника Наурыс. Что можете сказать об особенностях месяца Наурыс? Ну, во-первых, очень интересно задан вопрос такой с глубоким содержанием. Правильно вы сказали, что всенародный. На самом деле, этот праздник, да, весь многонациональный народ Казахстана ждет. Почему? Потому что, наверное, это весна, это пробуждение, это обновление. И когда все такое, знаете, светлое, доброе, с этим праздником связано. И даже дети, они все знают, что если Наурыс, то обязательно, обязательно у нас будут красивые юрты установлены. Внутри там убранства такие, что именно там должно быть. это же с детских еще садов, со школы, это все как бы они видят, знают. Ну, как без угощения, конечно, угощения обязательно, да. Главные атрибуты Наурыса, вы же знаете, Да, конечно, это Наурыс Кожи. Вы пробовали готовить? Я сама лично прям нет, но у меня Келинка, вот, вместе с ней мы готовили. Хотя бы почему? Потому что у меня муж очень любит Наурыс Кожи. Ну, вы же знаете, там ингредиентов должно быть семь, это цифра такая сакральная. Я не знаю, почему, допустим, я когда хожу в магазины, что-то покупаю, особенно фрукты или овощи, я почему-то всегда, я не говорю мне в 200 килограмм или 2 килограмма, я говорю, в 200 мне в 7 штук, я не знаю, почему. У меня это как бы на автомате. бишпармак, баурсаки, как без них. И, естественно, народные гуляния. Все радуются, все обнимаются, все поздравляют друг друга, это же здорово. А вот как сохранить и не потерять национальную самобытность, традиции, вот такие, как вот наурыз национальные. Ну, здесь, наверное, просто, то есть, их не надо забывать, их надо постоянно отмечать, их надо проводить, то есть, начиная там с дошкольного воспитания, да, затем в школах, постоянно надо об этом говорить, проводить мероприятия, то есть, чтобы дети на практике знали и понимали, что это и задача учителей объяснять, для чего проводить этот праздник, почему мы это делаем и так далее. Вот у молодежи есть интерес к национальным традициям? Я думаю, да, я думаю, да. Вот если взять наш центр, то получается у нас сейчас очень много молодежи, до пандемии мы проводили часок, решили как-то так масштабно в ретропарке. У нас было очень много зон, фото-зон, мастер-классов там и так далее, и мы рассчитывали где-то на, ну, может быть, на 400, на 500 человек. На самом деле, вечером, оказывается, потом мне позвонили, когда дрон пустили, да, там практически почти полтора тысячи человек было, да, то есть они гуляли по набережной, услышали музыку, наверное, этот, и тоже приняли участие. Затем, ну, у нас после проведения какого-то мероприятия, пусть маленького, большого, я стараюсь всегда анализировать, чтобы не допускать целиные промахи, ошибки и так далее. И вот я помню, тогда лидер молодежки, она сказала, что это такое, у нас было 25 человек, надо уже 50 человек в следующий раз. Я говорю, ну, давайте. И вот это говорит о том, что им интересно. И относительно нашего центра к нам приходят дети разных национальностей, то есть не только корейцы, очень много ребят казахов, русских, то есть разных национальностей, потому что для нас важен человек, а не национальность. И всегда они дружно работают. В чем залог вашей многолетней работы? Общественной? Да. Я думаю, что я бы не сказала, что такой успех, но на самом деле мы просто работаем, но с другой стороны, это не секрет, конечно. Те, кто работают в нашей команде сейчас, они знают, что где-то я мягкая, добрая, но не добренькая, где-то требовательная. В любом коллективе, мне кажется, должен быть в первую очередь порядок. Порядок это раз. И должны быть цели. Обязательно. Пусть это будут маленькие, краткосрочные, дальше крупные, большие какие-то цели. стараться не сдаваться. Как в свое время, по-моему, Черчилль говорил о том, что никогда не надо сдаваться, если ты хочешь, ни в большом, ни в малом, если это не противоречит, конечно, здравому смыслу и чести твоей. Не надо сдаваться. Поэтому мы в команде работаем каким образом? у нас есть цели и мы должны показать результат. Вот это важно. Но это не ради кого-то, а именно ради нашей жизни, ради детей, которые вокруг нас. Мы, я думаю, должны быть примером. Ну и в конце нашей программы ваши пожелания нашим телезрителям. Уже наурыз начался, поэтому мне хочется пожелать мира, добра, тепла, уюта каждой казахстанской семье, чтобы все у них было благополучно. Нашему Казахстану, нашему общему Дому Казахстан хочется пожелать мира, спокойствия, единства, согласия. И я уверена, Казахстан будет намного лучше. И будущие поколения будут жить намного лучше, чем мы. И я желаю, уверена, что у Казахстана есть большое будущее, я желаю развития и процветания. Науроскуту болсун. Рахмет, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам всего самого доброго и успехов во всем. Коп Рахмет. Уважаемые телезрители, в нашей программе принимала участие член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Корейского этнокультурного объединения Тхонил Атрау, обладатель медали Берлик и Ирина Имбегышин Людмила Ли. Всего доброго, до следующих встреч. Редактор субтитров